Мой доклад сегодня будет называться «Протезы, критика и клиника в медицинской кибернетике и автоматизации заботы». Собственно, я буду рассказывать про различные телесные расширения в очень широком смысле этого слова и посмотрю на то, как различные фенологические концепции могут сказать что-то интересное об этих самых расширениях и о том, как мы можем их трактовать иначе, неким альтернативным способом. И я бы хотел начать с двух цитат своего рода эпиграфов к тому, что я буду рассказывать сегодня. Это цитата из Ханса Йонаса. «Великие противоречия, которые человек обнаруживает в себе. Свобода и необходимость, автономия и зависимость, я и мир, связь и изоляция, творчество и смертность имеют свои рудиментарные следы даже в самых примитивных формах жизни, каждая из которых ненадежно балансирует между бытием и небытием, и каждая уже наделена внутренним горизонтом трансценденции». Вторая цитата – это цитата из статьи Анна Маримол и Джона Ло о гипогликемии, и звучит она следующим образом. «Действительно, парадигматическая активность тела в действии – это не наблюдение, а метаболизм. Однако для метаболического организма внутреннее и внешнее не столь стабильно. В конце концов, метаболизм связан с приемом пищи, питьем и дыханием, с дефекацией, мочеиспусканием и патоотделением. Для метаболического организма необходима инкорпорация и экскорпорация». Собственно, об этих инкорпорациях и экскорпорациях я сегодня постараюсь рассказать. Собственно, почему медицинская кибернетика? Это довольно широкий термин и обозначает он много всего разного, начиная с применения кибернетических представлений о системах и машинах к человеку, представления человека как некой метаболической гомеостатической системы, которая стремится к некоторому равновесию, но при этом всегда нестабильно, требует внешних источников энергии и находится в постоянном взаимообмене со своим окружением. Это с одной стороны. Но с другой стороны, медицинская кибернетика – это еще и про разработку разных технологий, которые протезируют, расширяют и переопределяют границы тела, заменяя какие-то органы их искусственными аналогами или же выстраивая некие гибридные формы жизни, которые связаны как раз с созданием синтетических форм жизни и так далее, и так далее, что наблюдается сегодня в развитии последних биотехнологий, последних десятилетий. Но начну с более простого, а именно с того, что кибернетика, как некая дисциплина, которая претендовала с самого своего возникновения на статус метанауки, сверхнауки, обеспечивала посредством применения одних и тех же инженерных принципов, то есть понятий обратной связи, управления, информации, гомеостаза и прочими концептами, при помощи этих понятий разработать некий универсальный метод для того, чтобы анализировать различные сложные системы в очень широком спектре, от одноклеточных организмов до различных сложных социальных систем, таких как общество, государство, культура в целом и так далее. И здесь могут быть разные исторические трактовки, потому что можно говорить о кибернетике, можно говорить о неокибернетике, как она развивалась, например, в концепциях Франсиска Варрелла и Умберто Матураны, и как она развивалась впоследствии у самого Матурана по отдельности, в его сольной научной карьере, когда он говорил про социальный аутопоэзис и роль языка и коммуникации в формировании жизненных процессов. Можно говорить о Николсе Лумане, который говорил об аутопоэзических социальных системах и указывал на то, что мы можем и должны пересмотреть в терминах кибернетики и теории систем деконструкцию, классическую феноменологию, пытался перевести феноменологию Гуссерля на язык математизированной кибернетики, когда с помощью исчисления форм в различных формах и разновидностях пытался перевести феноменологию на язык, который более релевантен для когнитивной науки и так далее и тому подобное. И все эти исторические попытки связаны с тем, что присутствует некий универсальный язык, который можно использовать в разных контекстах к разным системам. И принципиальной разницы помимо количественности здесь как бы и нет. Соответственно, это позволило кибернетикам расширить свои концепции на очень широкий спектр областей, в том числе на физиологии и медицину. Здесь можно говорить о разных подходах, некоторые из которых уже устарели на сегодняшний день, научные и философские тоже кажутся весьма сомнительными, некоторые из которых сохранились по сей день. Например, концепция киборга, которая возникла еще в 60-е годы в контексте развития медицины для повышения выносливости человека, для различных экстремальных условий. И в 61-м году ученые Клайни и Клайнс ввели понятие киборга для того, чтобы обозначить искусственно расширенную систему гомеостатического контроля, которая функционирует бессознательно. То есть помимо волевого контроля субъекта, который мог бы включать или выключать эту самую систему. И для обозначения вот такой искусственно расширенной системы был введен термин киборг, то есть кибернетический организм. Что подразумевало, опять же, некую гибридность и состыкованность различных частей этой системы для того, чтобы выполнять некую новую функцию, которая недоступна каждому из элементов по отдельности. Соответственно, здесь вводится расширенное понятие о саморегулировании организма для адаптации к новым условиям. Естественно, в 60-е годы, поскольку это была космическая гонка, подразумевалась в первую очередь космическая медицина, то есть использование технологий для того, чтобы расширить и усилить выносливость человека для, например, экстремального уровня радиации или для отсутствия атмосферы или для условий невесомости. Подразумевалось в первую очередь, конечно, вот это. Но впоследствии, естественно, это понятие перекочевало в более широкий круг. И именно здесь исторически начинается этот самый пресловутый хайп вокруг киборгов и различных технологий, алиискусственные органы, протезы для расширения возможностей организма и суперспособностей. В общем, примерно тогда же этот дискурс и, собственно, возымел свое начало. Здесь вы видите небольшую схему из этой статьи, где объединяются разные дисциплины и понятия для того, чтобы продемонстрировать, собственно, работу понятия киборг, почему оно релевантно и почему оно имеет смысл. Здесь можно наблюдать сочетание и различных форм метаболизма и гомеостаза, и анализы искусственных систем, и применение искусственных метафор и приемов к биологическим системам, то есть биокибернетике и так далее и тому подобное. Но в сущности киборг означает не что иное, как применение кибернетических понятий к человеку для того, чтобы открыть возможности для расширения и пересмотра границ человеческого тела и его органических возможностей. И первым историческим кейсом была мышь-киборг с имплантированным осматическим насосом. Собственно, вы видите эту иллюстрацию, она тоже из статьи Клайн и Клайнса о кибергических технологиях. Собственно, это исторический самый первый киборг, как считали эти исследователи, но, конечно, в свете более современных трактовок этого понятия мы понимаем, что мы всегда были киборгами, на что намекает и инактивизм, и различные постгуманистические и феминистские теории, та же Дона Харуэй и ее последователи, а также когнитивисты, такие как Том Фрёзе или Энди Кларк, для которых важно указание на то, что мы изначально открыты для внешних инкорпораций и воздействий. И сама структура нашей самости предполагает возможности этого самого пересмотра. Здесь вы видите иллюстрацию, человек переделанный для жизни в космосе. Собственно, это тоже иллюстрация из журнала Science, где-то тех же лет, примерно начало 60-х, где представлено изображение того, как выглядели бы киборги, которые осваивают космос, которые связаны, как видите, друг с другом какой-то связью, системой связи, и при этом имеют искусственные органы, которые якобы поддерживают их жизнь в этих самых экстремальных условиях. Но вообще тема жизни в экстремальных условиях и киборгизации в связи с этим весьма широка, и ее развитие именно в контексте медицинской кибернетики здесь важно еще и потому, что она имела разные реализации в разных научных культурах, потому что и в Советском Союзе были попытки такого рода киборгизации, в частности, в научных институциях Центральной Азии, с представителями, которых мне довелось как-то пообщаться, были разработки по кибернетическому изучению условий жизни человека в высокогорье, как устроена гомеостатическая система человека в необычных природных условиях, и как это можно использовать, в том числе и для космонавтики. В общем, интересные достаточно кейсы, но я бы хотел перейти к следующему контексту, а именно к тому, как же работает понятие киборга, если его несколько осовременится. Во-первых, ну, как отмечают, собственно, врачи, и что является достаточно очевидным наблюдением, это то, что механические органы, искусственные органы требуют радикального изменения физиологии образа жизни пациента, потому что если, например, есть прекрасное описание опыта трансплантации сердца у Жан-Люка Нанси, в его произведении «Вторженец», или как-то так можно его перевести с французского, «Вторжение», «Чужак», где он описывает свой опыт и размышляет о проницаемости границ самости и о том, что другой всегда соприсутствует мне в каком-то очень важном конститутивном смысле этого слова, и другие примеры, как то, например, скажем, аппарат для диализа, перитениального диализа или гемодиализа, когда требуется пересмотр образа жизни человека, который оказывается, по сути, привязан к процедурам регулярным и требующим больших временных затрат, и которые, по сути, представляют собой внешний орган для метаболизма и, собственно, обмена веществ, который является жизненно важным. Другой кейс – это трансплантация органов и тканей от одного человека донора к другому, или пересадка органов от животного к человеку, или к сенотрансплантации, что тоже является изучаемой экспериментальной практикой и коммерческой в то же время практикой, весьма востребованной и значимой, что тоже так или иначе возвращает нас к понятию киборга, потому что человек с имплантированным органом тоже является своего рода киборгом, особенно если идет речь о таких продвинутых технологиях и по сей день не до конца изученных, как стиловые клетки и использование их плюрипатентности для того, чтобы выращивать органы буквально в пробирках. Ну и такое более конвенциональное представление свидетельствует о том, что трансплантация, самовозможность трансплантации как концепта предполагает представление о теле как о неком модульном устройстве с взаимозаменяемыми деталями, на что намекает, например, Юджин Такер, когда размышляет о биомедии и о различных витальных технологиях, которые тоже поддерживают и усиливают наше биологическое существование. Но здесь важно вернуться обратно к историческим примерам, потому что основатель кибернетики, по сути, зачинатель ее как понятия и как такого трансдисциплинарного философски инженерного предприятия, Норберт Винер считал первым и вообще говоря самым главным применением кибернетики к человеку именно создание протезов, что вообще достаточно неочевидно для кибернетики, потому что традиционно она считается вот такой наукой о машинах, что это наука о самоорганизации некоторых устройств, которые можно наблюдать и которые в ответ могут наблюдать за нами, и отсюда начинается кибернетика второго порядка, когда наблюдаемый объект возвращает этот взгляд обратно на нас, и мы самим становимся наблюдаемыми системами, и тогда фигура наблюдателя оказывается весьма важной и значимой. Но по сравнению с вот этими эпистемологическими вариациями, которые имели место в более философски ориентированных кибернетических концепциях, Винер пытался разработать некоторые протезы, которые, правда, не получили коммерческой реализации и так и не стали популярными, но вот здесь представлена схема из патентного документа Винера о создании так называемой слышащей перчатки. Это такой звукотактильный протез для слабослышащих, который умел преобразовывать звуковые волны в электрические сигналы, которые раскладывались на несколько октав, и, соответственно, после этого они преобразовывались в механические колебания, которые передавались на чувствительные поверхности пальцев, поскольку для людей с изменениями восприятия, такими как слабовидящие, слабослышащие, по сути, усиливаются, компенсаторно усиливаются другие органы чувств, и, соответственно, здесь происходит работа с теми органами чувств, которые способны воспринимать колебания и вибрации для того, чтобы впоследствии переводить их на некий такой звуковой язык, точнее его аналог в вибрации. И это, как считал Винер, и как считают историки кибернетики, является первым конструктивным применением кибернетики к человеческому организму. И это было несколько раньше, чем возникло понятие киборга, не получило, к сожалению, какого-то коммерческого развития и так и не получило признания как технология, потому что разработки дальнейшие Винер попросту забросил для того, чтобы заниматься другими со всеми вещами. Но, тем не менее, исторически это весьма значимый пример кибернизации. Собственно, здесь интересно то, что эти технологии воспринимались как некие нормализующие или реабилитирующие технологии. То есть не для того, чтобы улучшить, а для того, чтобы восстановить некую изначально утраченную способность. То есть предполагалось, что требуется восстановление некоторой нормы, а не улучшение. То есть в отличие от тех же трансгуманистических представлений о киборгах идет речь о том, что мы восстанавливаем некую навязанную норму. И вот вчера Софья Порфирьева рассказывала о квире и о том, что люди с инвалидностями это квиры. И здесь тоже идет речь о том, что вот это компульсивное навязывание нормы связано с физиологией, с нормальным функционированием телесности, нормальным в кавычках, естественно, предполагает некий нормативный образ тела, который нуждается в восстановлении в случае каких-то поломок или утрат. Соответственно, поломки эти чинятся заменимыми деталями. И такое механистическое представление по сути закладывает сценарий для так называемой биомедицины или доказательной медицины, evidence-based medicine, которая, собственно, и рассматривает вот эту логику, отправляется от этой логики восстановления нормальности, что здоровье – это отсутствие патологии, нормальность – это отсутствие аномалий. Соответственно, целый ряд людей оказываются исключенным из этого порядка норм. И это такая уже более известная океанская тематика. Но я сейчас перейду к другой концепции киборгичности, которая здесь, мне кажется, релевантна, и которую я планирую, собственно, более критически проанализировать, потому что спустя почти четыре десятилетия Энди Кларк и Дэвид Чалмерс опубликовали знаменитую статью про расширенное познание Extended Cognition, которая впоследствии стала весьма важной компонентой для так называемого инактивизма или 4-EA Cognition, то есть воплощенного, контекстуально устроенного, экологического, инактивного и аффективного познания, которое подчеркивает, собственно, все эти составляющие интеллекта, как вовлеченного в практики и в некие воплощенные скиллы, воплощенные навыки для осуществления когнитивных задач. Но они исходили из более простого представления об интеллекте, в частности, из функционалистской позиции философии сознания, которая предполагает, что ментальное состояние, суть не что иное, как функциональное состояние системы. И в этом плане не важен носитель, не важно, каким телом обладает носитель сознания, будь то белковое или кремниевое или еще какое-то другое, это может быть разумное облако электронов, не важно, какой носитель, важно, чтобы исполнялась вот эта функциональная роль когнитивного состояния. И, соответственно, из такого представления было легко сделать вывод о том, что сознание находится не в мозге, не в теле, а распространяется на физический мир, потому что разные устройства могут заменять отдельные функции нашего мозга. Например, они ссылались на эксперименты по передаче функций памяти неким внешним устройствам, которые мозг воспринимал как прямое продолжение себя, потому что интегрировал в телесную схему эти самые технологии, рассматривая их как некую органическую составляющую. И отсюда получается, что для мозга, на чем настаивают по Качалмирс, нет принципиальной разницы между естественным телом и искусственными технологиями. Поэтому все случаи, когда мы обращаемся к каким-то технологиям, начиная с самых простых, типа записи какой-то информации на листе бумаги и заканчивая сложнейшими технологическими инфраструктурами, сегодняшними, связанными с цифрой и автоматизацией вычислений, все это является ничем иным, как расширением нашего мозга и распределением сознания вот по такому своего рода интернету вещей, где сознание невозможно нигде локализовать, потому что оно является функциональным состоянием всей системы в целом. И отсюда вытекает то, что вместо пластичности мозга мы должны говорить о пластичности тела и вообще всего ансамбля «Тело, мозг, окружающая среда». И для Кларка и Чалмерса, как и для их последователей, там была целая большая дискуссия вокруг Extended Cognition, того, насколько, например, социальные институты могут считаться расширениями и насколько корректно говорить о социально расширенном познании и так далее. Для Кларка и Чалмерса, конечно, были важны интерфейсы мозг-машина или различные химические, генетические, биомеханические и так далее устройства. И, на мой взгляд, хорошим примером таких расширений это несколько неожиданно, но, тем не менее, на мой взгляд, хорошими примерами являются различные социальные роботы, которые предназначены для ухода за детьми, стариками неизлечимо больными, потому что, на мой взгляд, это и есть хорошая иллюстрация именно медицинской кибернетики сегодня. Здесь, на этом слайде и на нескольких следующих представлены роботы, которые исполняют функцию нянечки или сиделки и отслеживают состояние ребенка, помогают ему социализироваться, дают разные задачи и, в общем, всячески интенсивно взаимодействуют с ребенком для того, чтобы обучить его разным важным навыкам для интеграции в общество и когнитивным навыкам, занимаются с ними разными упражнениями, прочее и прочее. Другой пример – это тактильный робот, такой няшный тюлень, которого можно обнимать, гладить и трогать всячески, который тоже выполняет функцию такого маленького друга для одиноких людей или, в частности, для стариков, но и для маленьких детей. Он тоже может быть полезен, как считают его разработчики. То есть, тоже такой гибернетический артефакт. А третий пример – это приложения, которых на самом деле очень много, которые используются для детей с расстройством аутистического спектра для того, чтобы дети учились распознавать эмоции и учились эмпатии. Потому что известно, что в ряде случаев аутизма у людей есть серьезные проблемы с распознаванием эмоций, вообще с читанием мимики лица и пониманием того, каким внутренним состоянием это соответствует. Но вопрос, чего не знает медицинская кибернетика? Почему этот вопрос возникает? Потому что все эти технологии предполагают некое весьма ограниченное представление о том, что такое человек и как вообще взаимодействовать человеку с технологиями. Потому что предполагают, например, во-первых, автономию этих самых роботов, что они самостоятельные и обладают неким минимальным умением ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с людьми. Что, конечно, имплицитно предполагает, что и человек тоже является некой машиной, к которой можно подключить такую запчасть. Во-вторых, здесь, как мне кажется, недораскрывается тематика телесности. Потому что, опять же, хотя есть различные тактильные няшные роботы, которых можно гладить и всячески с ними няшно взаимодействовать, тем не менее, на мой взгляд, они упускают какую-то важную вещь, хотя и пытаются работать с телесным опытом, с той же тактильностью. Но, тем не менее, упускают всякие штуки, которые связаны с антропоморфизмом. Так вот, чего же не знает медицинская кибернетика? Медицинская кибернетика не знает логики различия или дифференциации, поскольку настаивает на тождестве, потому что настаивает на восстановлении некой нормы. Нормы целостного саморегулирующегося субъекта, который способен принимать самостоятельные решения, который разумен, а не безумен, который отдает себе отчет в собственных действиях, который в целом рационален, соответствует некому нормативному стандарту и обладает нормальным телом. Телом, которое не повреждено и лишено каких-либо изъянов. Это такое идеализированное тело. Более того, медицинская кибернетика не знает про изначальную нехватку и неполноту тела, о чем я расскажу чуть более подробно сейчас. И что, на мой взгляд, отсылает к тематике биоэтики инаковости. Это та концепция, которую я предлагаю ближе к концу. Эта биоэтика инаковости является таким упражнением в натурализованной деконструкции, потому что пересматривает понятие субъекта и говорит о том, что субъекта сознания конституирует то, что предшествует самому этому сознанию, но при этом дается в фенологических операциях приведение к данности, что субъект конституирован тем, чем сам субъект не является. И это не являющаяся этим самим субъектом составляющая, она ему в непосредственном сознании оказывается недоступна, требует некой дисциплинированной работы над своим опытом. Ну и последнее, это висцеральность. Я постараюсь показать, какие концепции работают с висцеральностью на сегодняшний день. Да, здесь представлена биопсихосоциальная концепция в биоэтике, которая, на мой взгляд, является близкой моим интуициям. Это представление о том, что пациент это некий биопсихосоциальный интевид, который испытывает страдания, который является живым телом, хоть то эмбрион, новорожденный, взрослый, пожилой человек или ребенок. Это некая одушевленная и сознающая субъективность, и это участник некой социальной группы или сообщества. И отсюда следует противопоставление недуга и болезни, болезни и недуга, illness и disease, где illness – это живой опыт заболевания, заболевания, которые приводят к искажению образа себя и искажению воплощенном бытии в мире, в то время как disease – это некое состояние тела, объективированного тела, которое вписано в патофизиологическую и микробиологическую нозологию современной доказательной медицины, которая, по сути, пускает свои корни именно в кибернетику, медицинскую кибернетику, потому что основана на, опять же, нормированном представлении о теле как некой системе, которая имеет более предпочтительное состояние нормально работающего метаболизма, например, или нормально определенные границы, которые заранее заданы и не меняются на протяжении жизни. Соответственно, это взывает к некоему медицинскому взгляду, который превращает живое тело пациента в объект научного изучения, который состоит из материальных компонент, таких как клетки, ткани и органы. Я этому противопоставляю, собственно, инактивистский подход, который интегрирует в более широкой перспективе разные видения субъекта, где живой индивид трактуется метаболически и обладает варьирующимися нормами витальности. Нормами витальности в данном случае являются и здоровье, и болезнь, и смерть, и рождение, и в этом смысле я отчасти продолжаю очень оптимистичную биоэтику, которая основываясь на весьма близких позициях развивает такая шведская исследовательница Маргарет Шилдрик, которая занимается биоэтикой, но такой постгуманистически феминистской и основанной на деконструкции Жака Деррида и философии Желя Дерлёза. Я не буду касаться непосредственно делезианско-деридианских вариаций, потому что они, на мой взгляд, весьма туманны, по крайней мере в рамках того изложения, которое предлагает Шилдрик, но мне кажется важным указать на вот эту вариативность нормы, где в рамках этого спектра равноправными оказываются рождение и смерть, здоровье и болезнь, нормальное и патологическое и так далее, и так далее. И из этой вариативности следует, что живой индивид является композиционно-пластичным. Он может вовлекать в свою жизнедеятельность ресурсы и процессы, которые выходят за пределы того, что способно создать его биологическое тело, что я предлагаю сравнить с тезисом о расширенном познании, потому что здесь предполагается не расширение, а наоборот включение, вовлечение, инкорпорация процессов, инструментов и ресурсов, которые связаны с исполнением витальных функций. И отсюда ряд авторов выводит целый спектр разных понятий, живые медиа, органы, искусственные органы, протезы, расширения и гибридная сотелесность или межтелесность, как, например, это называет Маргарет Шилдринг, которая, опять же, повторюсь, является весьма важным источником интуиции, о которых я говорю. И вот здесь представлены цитаты из Дидии Франка, такого современного феноменолога, интерпретатора Гуссерля, который говорит, что как орган всякого восприятия, как место и средство всякого восприятия, моя плоть простирается так далеко, как простирается мое восприятие, вплоть до звезд. Плоть тесно связана с миром собственного, и без ее инкорпорирования очень трудно понять возможное значение вне плоти. Итак, вопрос, который я в данном случае ставлю, вот это самое инкорпорирование, оно приносит наслаждение или боль? Потому что, как правило, в концепциях киборгов, даже в современных критических теориях, как у Дона Харуэй, скажем, киборг – это тот, кто наслаждается своим прекрасным сложным телом и возможностью постоянно перестраивать свои границы, что, безусловно, очень хорошо и приятно, но, тем не менее, в основном киборгами, которые, киборги, которых мы встречаем в нашей жизни, это медицинские киборги, это люди с различными нарушениями развития или с различными патологиями, инвалидностями, которые предполагают наличие расширения, наличие определенных технических компонентов, будь то инвалидные коляски или имплантированные органы или какие-нибудь приложения или нейроинтерфейсы или, например, применение определенных практик, как-то диализ или глубокая стимуляция мозга при соматизированных депрессиях и так далее и тому подобное. То есть, в основном киборги, которых мы встречаем, это не про наслаждение, они не наслаждаются своими темными делами, а скорее испытывают различные притеснения, которые связаны с тяжелым и специфическим образом жизни, но в первую очередь, конечно, с социальной стигматизацией и подавлением их запросов и потребностей к обществу и инфраструктурам, в которых они находятся и живут. И я предлагаю обратиться очень кратко к трем концепциям. Концепция Франсиска Вареллы про гостеприимство и иммунитета, концепция Натали Дипра про кардиофеноменологию и концепция Катрины Малабу про работу мозга, аффективного мозга, аутогетероаффектацию. Я начну с Вареллы. Я постараюсь сейчас очень схематично обозначить, почему его концепция важна. Она важна, потому что он рассматривает иммунитет как некую систему открытости организма, потому что в отличие от мейнстрима представления иммунитета, которое указывает на то, что иммунитет это некая система защиты, которая уничтожает все, что не тождественно организму, то есть она настаивает на вот этой логике тождества сущности. В отличие от этой логики Варелла предлагал более позитивно-аффирмативную теорию иммунитета, где иммунитет с одной стороны открыт для внешнего, с другой стороны все то, чему открыт иммунитет, определяется его собственной активностью. То есть опять же это такая замкнутая на себя система, которая однако же всегда оказывается открыта для инаковости, потому что иммунитет, как говорит Варелла, это гостеприимная система, потому что все, что не является иммунитетом, покуда оно не способно нанести потенциальный вред иммунитетам, интегрируется в организм, а все, что может нанести вред, игнорируется. То есть идет речь о защитных реакциях только тогда, когда микроорганизмы или какие-то инородные тела, которые проникают в пределы тела, когда они начинают агрессивно атаковать. Вот только тогда происходит некая реакция. И здесь, конечно, интересно то, что тот же Мечников в свое время отстаивал идею, что иммунитет это орган поддержания внутренней гармонии организма. Здесь я представляю цитату из одной статьи Варрелла. Таким образом, молекулярный мир, в котором мы обитаем, не задан заранее, а затем заселяется нашей иммунной системой постфактум посредством некой оптимальной адаптации. Он скорее прокладывается, покуда мы движемся по нему. Это созданный мир. То есть имеется в виду то, что реальность, в которой живет иммунитет, то есть реальность неких тел, которые воздействуют на него, подключаются к иммунной системе и вызывают у него пертурбации, перестройство всей клональной сети. Все это то, чему иммунитет открыт, как некая открытая система. То есть он предполагает некую изначальную уязвимость. И указание на эту уязвимость влечет центрированность не на антигенах, как это делается в мейнстриме иммунологии, а на организме. И область взаимодействия для иммунной системы определяется репертуаром доступных ей действий. То есть то, что определяет ее мир. И сама по себе молекулярная среда не несет в себе некоторого смысла. Она приобретает некий прибавочный смысл тогда, когда иммунитет вступает во взаимодействие с своим окружением. Соответственно, то, что распознается эта информация, а то, что не распознается это шум, то, что не может быть включено в область взаимодействия. То есть это, проще говоря, предполагает логику изначальной открытости для воздействия. То есть иммунитет, он изначально гостеприимен, он не враждебен по отношению к своему окружению, а наоборот предполагает вовлечение внешнего. То есть он всегда готов к интеграции с чем-то новым. И именно этим объясняется эпигенетическая пластичность иммунитета, тем, что он может перестраиваться и адаптироваться, скажем, под диету человека или под ту локацию, в которой он находится. То есть если человек путешествует, то его иммунитет так или иначе перестраивается. И соответственно здесь предполагается особого рода открытость для влияний, которая не делает иммунитет чем-то самотождественным. Вот применительно к гостеприимству есть последний, по сути, текст Варелы, который был опубликован уже после его смерти. Это фенологические заметки об опыте трансплантации печени, по-моему, где он говорит о своем опыте, отправляясь от размышлений Жан-Люка Нанси про чужеродность, когда Нанси размышляет об опыте трансплантации сердца. Вот Варелла пишет, что границы я колеблются, расширяются и сужаются, а иногда проникают далеко в окружающую среду в присутствии множества других людей, разделяя самоопределяющиеся границы с бактериями и паразитами. Такие текучие границы являются неотъемлемой привычкой, которую мы разделяем со всеми формами жизни. Микроорганизмы обмениваются частями тела так часто и так быстро, что попытки установить границы тела не только абсурдны, но и противоречат самого феномену этой формы жизни. Но далее он говорит о том, что вот эта открытость инаковость применима к самым разным телам, в том числе к его собственному телу как носителю имплантированного органа, потому что иначе иммунитет агрессивно реагировал бы на этот новый орган и было бы отторжение, что собственно часто происходит. Именно поэтому требуются иммуносупрессанты, которые позволяют организму более успешно интегрировать новый орган в свою структуру. Но опять же идет речь про инкорпорацию, а не расширение. Это интеграция, вновь обретенная интеграция тела. Вторая цитата из этой же статьи. Это не телесная технология, которая привносит наковость в мое живое тело как радикальную инновацию. Эта технология расширяется и проникает в то, что всегда уже есть. Чужеродность жеста трансплантации не является четким пограничным знаком того, что мое тело занимает свое место в качестве локуса интимности. Здесь я предлагаю перейти к концепции Натали Дипра, в частности, к ее кардиофинологической пропозлу в рамках философии сознания, где она пытается осмыслить генеративную сотелесность и трансценденцию применительно к физиологии, для того, чтобы развить некую альтернативу для философии сознания, в частности, для дебатов между первым и третьим лицами в описании ментальных процессов. И для нее местом, в котором разыгрывается эта сознательная жизнь, является не мозг, а сердце, сердечно-сосудистая система, и буквально, и метафорически, потому что мы знаем, что сердце – это символический центр сознательной жизни и место, где разыгрываются эмоции, но, с другой стороны, мы понимаем, что те эмоционально-эффективные состояния, которые мы переживаем, они переживаются через сердце, через учащенное сердцебиение и прочие события, которые связаны с сердечными переживаниями. Здесь метафорически и буквально оказывается сплетенными настолько плотно, что мы едва ли можем их как-то разграничить. Но при этом интересно, что исторически тот же Норберт Виннер вместе с Артуром Розенблютом в свое время пытались выстроить некую кибернетическую модель сердечно-сосудистой системы, тоже применительно к гомеостатическим и эмоциональным процессам, тоже работая как бы в двух регистрах. Для Дипра сердце является органом трансцензирования, потому что для нее аффективное состояние, эмоции и чувства оказываются переплетенными с сердечными ритмами. И она пытается развить некую методологию, которая в сущности является методологией второго лица, то есть измерения ты для того, чтобы скоррелировать между собой сердечно-сосудистую, нейрофизиологическую и фенологическую динамику, для того, чтобы выстроить некое целостное описание всех этих процессов и интегрировать их в сердце как в таком месте компромисса между физиологическим и фенологическим. Вот здесь представлены цитаты «Согласно этой линии мышления самотрансцендирование соответствует динамике телесного я как самости, которая содержит присущую ей способность создавать новые события из самой себя». Мы утверждаем, что в большей степени, чем мозг, который только материально управляет телом и его непосредственным контекстом и поддерживает формально-функционалистский подход к познанию, сердце, как внутреннейшее из тел, дает нам самый базовый и глобальный опыт самих себя как воплощенных самоприсутствующих субъектов, то есть как субъектов, осуществляющих познание. Уделяя внимание физиологии сердца, мы стремимся устранить остаточную дихотомию между сознанием и мозгом, то есть остаточный разрыв между феноменальным и биологическим уровнем. Но при этом оказывается, что для Дипра сердце тоже работает через взаимосоотнесенность себя, я и другого, потому что через сердце разыгрываются вот эти сердечные отношения, которые она уподобляет отношения между матерью и ребенком, между людьми, которые находятся в сексуальной связи и так далее. То есть это то, что предполагает некую сердечность, то есть эмоциональную привязку. И эта эмоциональная привязанность возникает тогда, когда в моем я возникает некая ты, когда возникает некий значимый другой, который конституирует меня как субъекта и в диадис, которым я оказываюсь полностью поглощенным его состояниями, и он, соответственно, тоже оказывается некой значимой инстанцией для того, чтобы эта сплетенность возникла. Но переходя к техническим деталям, Дипра утверждает, что нервно-рефлекторная регуляция управляет кровообращением помимо сознательной воли субъекта, тоже достаточно общеизвестный физиологический факт, но из множества фактов физиологии сердца, она выводит феминологические выводы, потому что, например, если очень сильно упростить ее подход, она пытается вместе с дуализмом между телом и плотью ввести дуализм между сердцем и харц и гемют, то есть такая тоже двоякая оппозиция. И все это работает согласно логике интенциональности в лечении. Здесь она отсылает к работам Гуссерли и соответствующего тома Гуссерлиана, но не погружается в детали, а больше говорит о том, что вот сердце работает с такой инстинктивной интенциональностью, оно направлено как будто бы на некий внешний раздражитель, но в то же самое время отсылает к самому себе. Это такая тоже структура самозапуска, самоподдержание и самоаффектация. То есть сердце как будто бы реагирует на внешнее, но при этом это внешнее конституируется, то есть, например, какое-то событие, которое оказывается для нас значимым, оно оказывается значимым именно потому, что сердце на него реагирует определенным образом и делает его предметом собственной аффектации. При этом получается, что все события переживаются через вот эту внутреннюю аффектацию сердца. И ему присуща определенная пульсация, и Дипра не стесняется различных метафор здесь, говоря о том, что вот есть определенная пульсация бытия, которая связана с дыханием и с другими вегетативными процессами в теле, висцеральными процессами. И здесь она говорит, тоже привожу развернутую цитату, маятниковая физиология сердца, как регулятор жизненной силы организма, свидетельствует об особой феноменальности, живом ритме, который мы способны уловить, когда сенсорно ощущаем удары своего сердца при надавливании рукой либо на свою грудь, либо на грудь человека. Мы ощущаем его растущую быстроту после долгой пробежки или когда мы испытываем стресс или эмоциональное потрясение. Мы чувствуем, как краснеет наше лицо, когда мы чувствуем стыд, удовольствие или ревность. Или как оно бледнеет, когда мы чувствуем страх или тревогу. Короче говоря, существует тесная взаимосвязь между физиологическим обликом сердца, его целостной функцией организма, как интегрированной циркулирующей кровеносной системы и его живым проявлением в отношении конкретно выраженных чувств, эмоций и аффектов. То, что указано в словаре как чистая метафора, то есть сердце, вместилище эмоций, существует в прямой преемственности с физиологической динамикой между сердцем и телом в целом. То есть получается, что символическое и физиологическое здесь оказываются продолжениями друг друга и друг друга конституируют. И здесь оказывается важным, что аналогично иммунологической концепции варылы то, что оно всегда предполагает присутствие чего-то другого, чего-то внешнего. И сердце согласно этой цитате работает как органический подсознательный регистратор всех эмоциональных колебаний в моей внутренней психической жизни. Временные колебания сердечного ритма варьируются от нормального ускорения и замедления до патологической аритмии, брадикардии, тахикардии, тахиаритмии, до предельных ритмов обморока остановки сердца или сердечного приступа. Представление о ненадежном, абсолютно регулярном сердцебиении, хотя иногда считается нормальным, полностью идеалистично, оно столь же абстрактно и эффективно, как идея о незатронутом я. Насколько прожитая темпоральность по своей сути нагружена валентностями, сердце имманентно пронизано всегда потенциально изменяющимся ритмом. В этом отношении временной ритм сердца имманентно самоопережающий, self-previous, как она пишет на английском, он открыт для возможности изменения из-за неожиданных эмоциональных событий, в то же время в основном оставясь в пределах темпоральности, состоящей из ожидаемых регулярных повторений. То есть, с одной стороны идет речь об ожидании повторяемости, с другой стороны всегда есть некая открытость новому. И здесь Депра развивает свою специфическую тему феноменологии сюрприза или удивления, когда она пытается описать вот эту готовность для чего-то непредвиденного, контингентного, удивительного и потрясающего, который она развивает уже в рамках эмпирических исследований, когда проводит феноменологические интервью с людьми, в частности с людьми с депрессиями. И замечу, что и в случае Варрелла, и в случае Депра идет речь не только о философских размышлениях, но и об эмпирических исследованиях, потому что они пытались и Депра пытается по сей день объединить эмпирические исследования с теоретической рефлексией. Следующая концепция, последняя, которую я хотел бы обозреть, это концепция Катрин Малабу, которая уже становится все больше известна русскому читателю, так же, как и концепция Варрелла, потому что совсем недавно вышел перевод воплощенного разума, отелесниный ум, как она называется на русском. Также на русском языке вышла книга «Что нам делать с нашим мозгом» Катрин Малабу, где она рассматривает биополитику нейрофизиологии. Но я поговорю о несколько ином контексте, а именно о ее концепции аутогетероаффектации, которая утверждает, что мозг это орган самокасания, орган, который работает с этой диалектикой между «я» и «другим». И она выделяет позитивную и негативную пластичность мозга, где позитивная это про пластичность развития или репаративную пластичность, когда либо мы обучаемся новому и в ходе нашего опыта приобретаем некие новые нейрональные структуры, когда мозг развивается и наращивает новые связи между клетками, либо когда в результате травмы какие-то участки мозга перехватывают на себя утраченные функции и помогают нам адаптироваться к травмам. Но есть также негативная пластичность мозга, а именно деструктивная, как она называет ее. Деструктивная пластичность связана с травмами, которые радикально меняют человека. То есть, например, с шизофренией или болезнью Альцгеймера или тяжелыми формами менингита, энцефалита и так далее. И она говорит, что аффект это нечто более широкое, более обобщающее, чем эмоция, потому что аффект это то, что переживается. Это некий, как сказали бы феноменологи, патический опыт. Опыт, который как бы лишен субъекта, но скорее схватывается в представлении о том, что это со мной происходит. Это не то, что я делаю и не то, что меня посещает, а это то, что со мной случается и на что я не могу оказать никакого влияния и от чего я нахожусь в некой конститутивной, фундаментальной зависимости. и Малабу работает с мозгом в неком деконструктивном ключе, потому что, будучи ученицей Деррида, она говорит, что, во-первых, у Деррида был прямой призыв к тому, чтобы использовать технологические наработки для того, чтобы деконструировать субъекта, и он говорит о том, что раз техническое, технологическое развитие заставляет нас пересмотреть наши антропологические представления, то мы должны это делать, и это будет деконструкции. С другой стороны, Малабу говорит, что, коль скоро так, то сегодня деконструкцию лучше всего осуществляет нейрофизиология, потому что она разоблачает идею прозрачного для себя когета и говорит о том, что все это является некой иллюзией, которую производит мозг в эволюционных целях, как некий интерфейс для того, чтобы взаимодействовать с окружением, и это, по сути, такая тоже самозапускающаяся машина, которая создает интерфейс, который лишен пользователя, потому что это интерфейс между безличным мозгом и окружающей средой. Так считает нейрофизиология и, в частности, нейрофилософия и ее интерпретации в современных философских концепциях, близких к континентальной философии. Вот Малабу в соавторстве с Адрианом Джонстоном, таким философом и психоаналитиком, пишет, вместо того, чтобы предлагать содержательное видение субъективности, в современной нейробиологии следует отсутствие самости по отношению к самой себе. Не было бы ни способности действовать, ни ощущения существования, ни темпоральности без этого изначального заблуждения первого лица. Такая позиция могла бы помочь в радикализации понятий гетероафектации, нечеловеческого или влечения к смерти, которые в своем актуальном состоянии остаются пережитками метафизической традиции из-за презрения, которые как философия, так и психоанализ выражают по отношению к биологическому в целом и к мозгам и нейронаукам в частности. Собственно, она пытается здесь легитимировать применение деконструкции в контексте нейронауки с одной стороны, а с другой стороны использовать нейронауку для того, чтобы деконструировать субъекта сегодня. И она считает, что нейробиология это наилучшая инстанция для того, чтобы деконструировать сегодня. Здесь она, отправляясь от идеи о том, что самость это иллюзия, говорит о некоем специфическом несамоприсутствии субъекта. И это, конечно, не новость, потому что и Деррида даже в самых ранних работах, таких как «Голос и феномен» говорит о том, что субъекту свойственно особое несамоприсутствие и особого рода запаздывание себя относительно мира или сознания относительно предсознательных процессов. И это уже открывает дорогу для различных исследований в физиологическом регистре. И Малабу, так же, как и Мерло-Панти, например, обращается к опыту касания. Когда я касаюсь себя и вроде как это некая аффектация, потому что нечто на меня воздействует. Я испытываю на себе воздействие другого, но этим другим являюсь я же сам. Именно поэтому она говорит об аутогетероаффектации. То есть в опыте касания происходит касание меня мной самим как другим. Да, самоотчуждение одновременно с этим самоотождествление. Такая специфическая диалектика. И Малабу пишет вместе с Джонстоном «Субъект может представлять себя только затронутым, измененным самим собой. Самость имеет доступ к себе через свою собственную инаковость или непохожесть. Таким образом, самопрезентация субъекта всегда является аутоаффектацией». Я добавлю к этому, что аутогетероаффектация это, собственно, вот этот опыт касания себя как другого или касания другим меня самого как инстанции, которая занимается бесконечной самообъективацией. И здесь тоже предполагается некая открытость для внешнего, открытость для другого. Соответственно, мы здесь имеем дело опять же с таким специфическим опытом открытости для инаковости и что предполагает особого рода уязвимость для воздействия, в том числе для травматических воздействий, потому что для МЛАБУ важна именно деструктивная пластичность, а именно пластичность травм и различных нарушений, которые приводят в конечном счете к инвалидности и исчезновению себя как некой инстанции рациональности. Церебральная аутоаффектация, пишет она, это биологический, логический, аффективный процесс, посредством которого конечность конституируется в живом ядре субъективности, никогда не будучи способной стать знанием субъекта. Мозговое я репрезентирует себя, не презентирует себя. Опять же, здесь идет речь о вот этой специфической ауто-гетеро-аффектации. Мы должны признать, что однажды мы можем стать кем-то другим, абсолютно иными, кем-то, кто никогда больше не примирится с собой прежним, кем-то, кто будет нашей формой без искупления, проклятой формой вне времени. Эти способы бытия без генеалогии не имеют ничего общего с совершенно иными или совсем другими, сказал бы Левинас, обнаруживаемый в мистической этике XX века. Совершенно другое, о котором я говорю, всегда остается чужим для другого. Здесь опять же идет речь о том, что субъект всегда находится под угрозой деструкции. И эта угроза возможна именно благодаря логике ауто-гетеро-аффектации. Собственно, я на самом деле буду уже заканчивать на этом, потому что все эти предварительные разработки, которые я сейчас озвучил, их можно подвести к некоторым выводам, которые касаются природы субъекта в такой перспективе и кибергизации. Собственно, во-первых, субъект конституируется перспективой становления чем-то другим, потому что и в ходе пластичности человек меняется вследствие нейрофизиологического развития, и в ходе иммунологического развития и онтогенеза человек меняет свою иммунную систему, и, соответственно, разные вещи, разные объекты, разные сущности являются частью составляющей этого я, этой самости, которая постоянно пересматривается. Но при этом и как бы на кардиофизиологическом уровне тоже работает эта логика, потому что разные события могут вызывать у нас разный отклик, и валентности меняются в ходе антогенеза эмоциональной и аффективной валентности, которые связаны с определенными унаследованными или приобретенными реакциями на те или иные события. У МЛАБО другое всегда соприсутствует, самости угрожает и уничтожение, в то время как у Вареллы и у Дипра это всегда конструктивное влияние другого, потому что другой запускает реакции, такой органический другой запускает реакции моего иммунитета, в то время как сердечный другой вызывает у меня реакции, которые позволяют мне ощутить себя как форму жизни. И у МЛАБО инаковость присутствует в травмах, разрывных событиях конструктивной и деструктивной пластичности мозга. Собственно, это то, о чем я говорил на предыдущих слайдах. Я хочу закончить цитатой из Натали Дипра. Я буду говорить здесь о хрупкости. Возможно, у вас есть другие слова, чтобы назвать это чувство абсолютного отчаяния, погружения в ситуацию, когда непредсказуемое лишает всякого контроля. Возможно, вы предпочитаете говорить об уязвимости, ненадежности или даже подчинении. В всех этих терминах есть что-то от нашей крайней пассивности, от нашей подверженности влиянию, от формы претерпевания. Я предпочитаю термин хрупкость, потому что он отражает фундаментальную хрупкую природу моего существа. Она это писала во время ковидного локдауна и во время своего опыта тревожности и депрессии в связи с закрытостью и социальным дистанцированием и взаимной изоляцией людей и стран друг от друга. И здесь она пытается осмыслить этот фундаментальный опыт претерпевания на примере своей тревоги из-за коронавируса. Но, как мне кажется, этот опыт является более универсальным и применим вообще к опыту открытости и хрупкости, потому что эта самая открытость иному предполагает, конечно, в том числе и угрозу исчезновения субъекта, угрозу того, что он может быть дезинтегрирован. Потому что некоторые, не все взаимодействия являются продуктивными. И в отличие от Варылы и Депра, и Депра это признают только отчасти, на примере того же коронавируса и связанных с этим негативных эмоциональных состояний, та же Малабу подчеркивает именно деструктивный характер этих преобразований, что другой может меня уничтожить, что другой может не просто интегрироваться в меня и стать моей частью, но и меня разрушить теми или иными доступными ему способами. Итак, выводом здесь будет во-первых, вот эта изначальная открытость инаковости, что предполагает этику иного, этику инаковости, этику в Левинасовском таком смысле, которая предшествует антологии, но которая при этом оказывается сплетенная с антологическими рассуждениями и которая, как мне кажется, будет хорошим концептуальным каркасом для того, чтобы анализировать различные технологии в рамках медицинской кибернетики и этим самым предоставит некую интересную критику для медико-кибернетических размышлений о природе тела и различных технологий, которые могут интегрироваться в структуру этого самого тела. Но при этом эти самые технологии в этом смысле не исключительны. Это некие инкорпорации примерно на том же уровне, что и физиологические инкорпорации, как то те инкорпорации, о которых говорят Варелла, Дипра и Малабу, и это часть неких висцеральных процессов, то есть процессов, связанных с внутренними ощущениями тела. То есть таким образом я предлагаю какой-то альтернативный взгляд на медицинскую кибернетику, которая работает с протезами и различными технологиями и рассматривает в том числе предположительно автономные сущности, такие как различные роботы и интерфейсы, которые существуют для смартфонов и для других устройств, программы, нейроинтерфейсы, в том числе для парализованных людей, рассматривает все это не как некие автономные образования, которые расширяют возможности тела, потому что расширение предполагает нормализацию, что расширение предполагает подведение под некую общепринятую норму, но рассматривать это в качестве инкорпорирования в тело, которое пересматривает свои собственные границы, которое никогда не вписывается в норму. И таким образом технологии здесь не исключительны, это некая часть метаболических процессов, которая так или иначе их переосмысляет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим, за увлекательный доклад. Тогда мы переходим к дискуссии. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Даня Николай. Спасибо большое за такой интересный, широкий и при этом очень точечный доклад в смысле поставленной проблемой и решением. Мне было очень интересно услышать. к сожалению, если вы позволите, плохо разбираюсь теми, поэтому я бы задал довольно, возможно, профанный вопрос. Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что исследования, которые в широком смысле можно назвать исследования нездоровье, протезирование, киборгов и так далее, они используют совершенно разные языки описания внутри одного исследования. В том смысле, что мы можем найти язык описания биоэтики, феминологии и, собственно, вы упоминали Энмар Молл, актерность его и теории, медицинская антропология, собственная медицина, биология. То есть здесь мы мешаем научные языки описания с философским, причем феноменологический язык применяем совместно с актовно-сетевой теорией, с языком актовно-сетевой теории. И у меня вызывает это некоторый вопрос. Вообще, насколько это легитимно и насколько и чем это обусловлено и является ли это нормальным. В том смысле, что может быть немножко поясню, это просто мои первые мысли, первые догадки. Можно предположить, что мы должны как-то обосновать использование различных языков описания в одном исследовании, и тогда мы должны предполагать метод теории, но не знаю, как бы она выглядела и вообще, что это значит. с другой стороны, я могу предположить, что мы, допустим, я как человек, который мог бы испытывать, человек, который испытывает переживания, испытывает опыт протезирования, опыт болезни, опыт усовершенствования своего тела и опыт взаимодействия с частью своего тела, которое вдруг стало непрозрачным и так далее. Он понимает, что он чувствует это непосредственно, как некоторый отдельный феномен, прошу прощения, опять же, это определенный термин за определенный дискурс, но тем не менее, и пытается это как-то концептуализировать. Но в попытке это концептуализировать, он берет, по сути, использует некоторую такую плавку, да, языков описания, скажем так, отрезая вот некоторые концептуальные коннотации любого понятия. Вот я хотел задать вам вопрос уже, простите, что я так долго задавал его. Как вы считаете, во-первых, насколько легитимно использование различных языков описания приятного исследования? Во-вторых, должны ли мы обосновывать, если это легитимно, использование различных языков описания? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это на самом деле действительно проблема, с которой сталкиваются очень многие исследователи, и мне тоже с этим приходится сталкиваться постоянно, и я на самом деле пытаюсь найти общую интуицию разных авторов, и поскольку три концепции, с которыми я работал, они оказываются весьма близкими, потому что Варелла и Дипра напрямую сотрудничали друг с другом, и они являются представителями инактивизма, участники более-менее целостного движения в когнитивной науке и ставят эксперименты в Варелла ставил до 2001 года, а Малабо является исследовательницей, которая работает с мозгом, с нейрофизиологией и тоже предлагает отчасти близкое инактивизм увидение, дополняя его деструктивными аспектами. На мой взгляд, их интуиции оказываются близкими, хотя они работают с разными концептуальными каркасами, потому что Варелла в иммунологических текстах это наука, это natural science, это именно основанные на эмпирических наблюдениях разработки, но при этом он пытается их перевести на язык философских обобщений. И на мой взгляд, ему это удается более чем успешно, при том, что все три автора работают с крайне разнообразным набором источников. Тот же вопрос можно адресовать и им тоже. Почему вы перескакиваете с одного подхода на другой так неожиданно и с чем связана эта смесь методов, которые они используют. Но та задача, которая стоит перед Вареллой и Дипра в частности, это задача простраивать именно эмпирические исследования, которые основаны на экспериментальной методике, и они пытаются упростить многие вещи из феноменологии для того, чтобы задизайнить некое эмпирическое исследование. Малабо перед собой такую задачу не ставит, потому что ее задача в целом интерпретировать нейрофизиологию. И она это делает, скрещивая то с психоанализом, то с Кантом, то со спекулятивным реализмом, то с деконструкцией. Но задача у нее в принципе оказывается весьма близкой, потому что она приходит к близким выводам, что я постарался показать. Но для меня эти все разработки важны в том числе и потому, что я пытаюсь проработать некий более-менее общий и впоследствии применимый на практике каркас, который можно использовать тоже в эмпирических исследованиях. То есть все эти интуиции впоследствии предполагается переводить на более приземленный язык для того, чтобы ставить какие-то исследования эмпирического характера. То есть я с удовольствием поучаствовал бы в каких-нибудь кардиологических исследованиях, и у меня есть небольшое подзаимодействие с кардиологами, да и собственно с нефрологами тоже по гемодиализу, перитониальному диализу. Небольшой опыт того, как использовать фенологическую методику в поле. Я бы хотел, конечно, все эти разработки потом переводить на более эмпирический язык для того, чтобы поверять все это практикой. Вот. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Спасибо большое за это. Лутиана? Спасибо большое за доклад. Действительно, очень интересно. Я, к сожалению, не с самого начала его слышала, поэтому у меня, наверное, такой вопрос более библиографический. Не могли бы вы вот сказать о тех работах, которые вы цитировали? И я так понимаю, что Дипра, она не очень, да, известна русскоязычному такому читателю и не очень переведена. Там у вас есть несколько работ по ней, да, может быть, вы какие-то статьи исследовательские бы посоветовали бы. Ну, Дипра действительно не очень хорошо известна русскому читателю, хотя вот сегодня она упоминалась и даже не раз. Но, тем не менее, да, это узкоспециальная исследовательница. Она вообще пишет по-французски, но в последние годы у нее в основном выходят статьи на английском. И я могу посоветовать посмотреть ее статью про кардиофенологию 2008 года в Continental Philosophy Review, которая называется «Радуга эмоций». «Rainbow of emotions». Вот там представлена как раз в очень компактном виде вся ее концепция, она очень хорошо ее излагает, где она, собственно, говорит про интенциональность в лечении, про эмоции и аффекты, про пассивность субъекта и так далее и тому подобное. И про темпоральность тоже. В очень компактном виде она излагает очень большую концепцию. И, на мой взгляд, это хорошее, дает хорошее представление об этой работе. Спасибо большое. Да, Андрей Анатольевич. Спасибо. Для меня совершенно незнакомая тема, поэтому у меня такие очень простые вопросы. Один на понимание такого общего контекста соотносятся ли эти работы каким-то образом с работами типа маклювиновского понимания медиа. Потому что по ощущению, когда слушаешь ваш доклад, думаю, что в принципе это какое-то такое переложение истории про жилище, про колесо, про электричество, про вынесенные некие органы организма на какие-то другие технические плоскости и так далее. Про как раз там нет в принципе нет такого слова, как деконструкция, про разборку, пересборку среды обитания и организма внутри него. Конструкция в принципе такая достаточно кембернетическая. Ну, можно, можно близко. Вот это первый вопрос. А второй вопрос. Несколько раз в докладе прозвучало отделение тела и мозга. Вот на каком основании вообще исследователи отделяют одно от другого и с чем это связано? Спасибо. Я начну с первого, со второго вопроса, пожалуй. Ну, отделение тела и мозга, понятно, что это достаточно искусственный жест, его по большей части производят различные материалистически ориентированные исследователи, которые пытаются свести работу сознания к мозгу. Вот, и ну, понятно, что для инактивистов, например, идет речь о единстве тела, мозга и сознания, потому что в конечном счете мозг это же часть тела, да, и Дипра пытается объединить эти разные перспективы для того, чтобы дать более интегрированную и целостную конфигурацию сознания. Вот, тут идет речь о том, что для функционалистов и для материалистов и для различных аналитических философов сознания мозг является вот таким центром, командным пунктом, в котором осуществляются все операции по управлению телом и всем прочим. и для нейрофилософии это тоже так, потому что в изложении Томаса Метцингера, например, самого радикального по сути нейрофилософа на сегодняшний день, тоже в центре всей антологии и эпистемологии является именно мозг, который полностью отделен от всего остального, потому что для Метцингера мозг производит собственно вот этот прозрачный интерфейс, как он называет сознание, для того, чтобы управлять телом. то есть мозг это такой внутренний гомункулос, который направляет работу тела, что достаточно странно, да, и поэтому предлагаются попытки либо пересмотреть работу мозга, как такого органа самодеконструкции, либо предложить альтернативу мозгу, как, например, иммунная система, которую часто называют мозгом тела, да, и для ворыл иммунитет это буквально то, через что тело думает, да, такая первичная примитивная форма самосознания. Также и для ДИПРА тоже важна альтернатива в виде связки между мозгом и сердечно-сосудистой системой, да, вот мне кажется, что они предлагают некий пересмотр и другую разметку, то есть не отделять мозг от тела и тело делить на запчасти, а наоборот предложить какую-то более холистическую картину, которая объединяет все это вместе и пытается пересмотреть эти самые проницаемые пористые границы между телами. А что касается первого вопроса про теорию медиа, да, действительно, контекст теории медиа здесь напрашивается автоматически, но, во-первых, теория медиа все-таки чаще говорит о расширениях тела, как у того же Маклюина, про расширение нервной системы или у Фридриха Китлера и у других классиков, там тоже идет речь по большей части о расширении. Есть теории медиа, как у того же Юджина Такера еще одного современного такого классика медиа-теории, который ориентирован фенологически, вот у них уже идет речь про инкорпорации и там все-таки другая несколько логика и им как раз интересны и искусственные органы и протезы и другие технологии, которые работают примерно с тем же, о чем я пытаюсь пытался сегодня рассказать. Мне кажется, этот контекст близок, но не непосредственно и через других авторов, на мой взгляд. Спасибо, да, просто мне казалось, что, ну, то есть, почему Маклюин приходит в голову, потому что ведь как раз изменчивость лежит в основе, то есть, изменчивость и отбор лежат в основе его концепции и в этом смысле она как бы постоянно, то есть, стоит идея, ну, точнее, идея-то за этим не стоит, просто номинирована в идее саморазвития, отбора одних органов и отбрасывания других. И мне показалось, что как раз это ваша позиция, и вы в этом смысле противостоите логике протеза как нормализации определенного устойчивого состояния. поэтому показалось, что как раз может быть Маклюин вам-то будет поддерживать именно, ну, условно говоря, если всю конструкцию разделить на две части, да, то как раз будет поддерживать вашу позицию, не позицию консервации, а позицию изменчивости, да, собственно говоря, движения, собственно, жизни, где возможно инвалиды и вовсе не инвалиды, да, а проблематизирующие другие нормы здоровья. Поэтому я, собственно говоря, рискнул предложить вам Маклюин. Спасибо. Да, спасибо. Над этим стоит подумать. Я буду думать над этим, потому что мое понимание Маклюина, оно несколько ограничено таким более хрестоматийным изложением, вот, поэтому, да, над этим стоит подумать больше. Спасибо. Коллеги, если больше нет вопросов, тогда мы еще раз благодарим Максима за интересный доклад и на... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...